Коммунисты России У нас не хватает ресурсов денежных, мы не получаем как КПРФ. КПРФ сейчас получает 800 миллионов из бюджета ежегодно Российской Федерации. Мы живем на взносы, на пожертвования, поэтому мы вынуждены применять интересные информационные шаги. Мы долго думали, как встряхнуть это политическое поле, чтобы люди задумались, избиратели задумались, чтобы они пришли на выборы осознанно и определили, кто будет защищать их права. И родилась такая метафора, что если дальше не бороться с этим капитализмом, мы дойдем до того, что даже скумбрия станет деликатесом. Партия противопоставляет себя КПРФ и называет себя наследниками идей Маркса Энгельса Ленина. В этом ключе интересен их взгляд на религиозные конфессии. Мы, как традиционная Ленинская коммунистическая партия, занимаем позицию наукомыслящих людей. Мы не запрещаем нашим членам верить в Бога. Мы всем говорим, что при принятии политических решений мы должны стоять на основе научного мировоззрения. То есть, по мнению товарища Максима, как просит себя называть председатель ЦК партии, РПЦ должна платить налоги, как все, а доходы направлять не на часы и лексусы, а на строительство школ, больниц, причем не участвуя в процессе образования. Аналогично ислам и удаизм, буддизм и все прочие. Еще бы видеть реальные дела партии. Хочется надеяться, что еще до конца избирательного процесса мы эти дела увидим, а не только суды между коммунистами России и коммунистами Российской Федерации. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.